Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем об одном очень эффективном и очень действенном средстве для борьбы с мильдию на винограднике. Это термофильный чай. Я рассказывала про него в прошлом году, я упоминала в этом сезоне несколько раз видео про это средство. Ну и вы периодически спрашиваете, что это, как его готовить, как использовать, поэтому снимаю еще один ролик. В прошлом году, когда я выкладывала ролик про это средство, очень много было комментариев от адептов химии, что все это ерунда, все это фигня, да вы что, только химия, только вот это, вот это, вот это, если бы это так было, так все были бы счастливы, ну и так далее. Конечно, каждый волен выбирать ту схему обработок, которая ему, понятно, подходит по каким-то личным его причинам. Но, к сожалению, химия и системные препараты работают далеко не всегда. И в этом легко можно убедиться. Достаточно роликов, где виноградари, казалось бы, используя все схемы обработок, тем не менее, показывают болезни на свой винограднике. Если бы все работало идеально, то этих болезней не было бы. Кроме того, если вы посмотрите на описание к системным препаратам, то вы часто можете увидеть, что эти препараты, да, они замечательные, да, они эффективные. Да, они работают, но очень часто на профилактику, а не на лечение. А у нас может получиться так, не все из нас живут на винограднике. Не все из нас могут провести вовремя профилактические мероприятия так, как нам бы хотелось. Плюс погодные условия какие-то, ну вот в этом году очень грибные погодные условия. Так вот, и получается, что мы сталкиваемся с болезнью. В это время надо что-то делать. То средство, про которое я вам сегодня рассказываю, я вам покажу результат. Реальный результат. Оно очень эффективно при борьбе с болезнями. Ну, к тому же, конечно, не стоит забывать, что у нас есть период сбора урожая. Когда висит урожай, обрабатывать какими-то системными препаратами, некоторые действительно это делают. Ну, во-первых, мы растим ягоду на себя, и даже при выращивании ягоды на продажу, мы должны быть еще честнее. Потому что, если нам что-то будет, скажем так, не очень хорошо, это наше решение и наш выбор. Если мы продаем ягоду, то она должна быть еще более честной, потому что это здоровье других людей, и об этом тоже надо думать. И тоже в комментариях многие писали, что это же обычная сенная палочка. Нет, это не обычная сенная палочка. Сенная палочка размножается немножко в других температурных пределах. Да, она может переносить высокие температуры, но в стадии споры. Размножается она при температурах несколько более низких. У нас же разогрев идет очень большой. Там размножаются термофильные микроорганизмы. А детальный состав микроорганизмов в термофильном чае я не знаю. И, честно говоря, не хочу особо вникать. Я своими глазками вижу, что это средство работает, работает очень быстро и очень эффективно. Для меня этого более чем достаточно. Итак, для термофильного чая нам понадобится скошенная трава. Не мокрая в смысле, то есть если вы косите после дождя, она совсем мокрая, чуть-чуть ее подвяльте. То есть не надо, чтобы с нее текло. Просто вот можно свеже скошенная, можно даже если она чуть-чуть полежит, ничего страшного, все нормально. Трава абсолютно любая, замечательно подойдет обсемененная крапива. Ну, либо у меня тут уже травка переросла, как раз тоже с семенами, то, что надо. Много семян в данном случае хорошо. И крупа. Крупа вообще абсолютно любая. Манная, овсяная, там, не знаю, гречневая, перловая, у меня ящневая. Все, что угодно. Если у вас есть какие-то крупы, которые поела моль, поели червячки, они не годятся вам для приготовления пищи. Замечательная крупа. Сколько взять? Вот на такое ведро я взяла пакетик, здесь 800 грамм. Вообще, чем больше крупы, на самом деле, тем лучше и быстрее пойдет процесс. Но бывает, что не всегда у нас есть все под рукой. То есть, вот на ведро такой, ну, приблизительно, пакет крупы будет замечательный. Если чуть меньше, то уже ничего страшного. Пол пакета, ну, я же говорю, чем больше, тем лучше. Крупу мы заливаем кипятком и немножечко пусть постоит. Вот она у меня там стояла. Все, я ее уже вытряхнула. Вытряхнула в емкость с травой. Перемешала. И ни в коем случае не уплотнять. Нам надо, чтобы это все было вот такое вот воздушненькое. И теперь я эту красоту... То есть, крупа, смотрите, тоже, если там осталась лишняя вода и с нее течет, то вот эту лишнюю воду удалите. То есть, крупа должна быть влажная, но сюда воду заливать никакую не надо. Все, засыпали, перемешали и закрываем черным пакетом. Ставим на солнышко. Наступил следующий день. Сегодня пасмурно и я поставила ведро в тепличку, поскольку здесь теплее. И даже если просто вот так вот коснуться ведра, то будет ощутимое тепло. К сожалению, нету градусника, чтобы вам показать, насколько там все разогревается. Но тепло ощущается даже через ведро. И заглядываем сюда. Здесь тоже ощущается тепло. А там... А там у нас прям вот горячо-горячо. Вот такое вот все. Смотрите, пар. Не знаю, видно ли на камеру. Но реально от этого идет пар. Но там внутри, именно где крупа, руку держать практически невозможно. Настолько все горячее. Но применять еще рановато. Нам надо, чтобы биомасса наросла. Причем, смотрите, у меня еще тачка скошенной травы. Вот два дня она стоит, и в ней начинаются такие же процессы. Единственное, что зерно, оно в разы ускоряет все. А так здесь тоже в середине становится горячо. Причем так серьезно горячо. И вот мы начинаем замечать белый налет. Но это не сенная палочка. Это другие микроорганизмы. Называются они термофильные. Они могут размножаться и при обычной температуре. Но они также могут размножаться и при температурах очень повышенных. Смотрите, у нас начинает появляться вот такой белый налет. Он может появляться на траве, может появляться на зерне. Зерно будет горячим. И все это будет горячим. И в принципе на такой стадии уже можно использовать. То есть не обязательно растение до такого сильного белого пуха. На такой стадии все уже вполне работает эффективно. Ну и так получилось, что недавно я попробовала. Часть у меня стояла в ведре с зерном. Часть просто травы лежала в тачке. И поскольку зерно еще не было готово, то я взяла из тачки. Там, где зерна не было. Работает одинаково и эффективно. Просто зерно несколько ускоряет процесс. Это углеводы, которые дают питание микроорганизму. Ну конечно запах, он такой не гнилостный. Запах немножко какого-то аммиака. Да, они супер приятные. Но и не совсем такой вот, чтобы вонючий-вонючий. Специфический. Теперь я развожу вот это водой. Вот у меня ведро, такое литров, наверное, на 15. Заливаю водой. Рекомендуется теплой. Ну честно говоря, первый раз, когда вообще использовала вот этот состав, я заливала водой холодной из-под крана. Работает и то, и другое. Поэтому какая у нас вода есть, такой мы и заливаем. Значит я заливаю полное ведро. Даю настояться где-то часик. Я не допускаю каких-то там сильных брожений, чтобы оно долго стояло. Часик постояло. Процедили. Это я заливаю выпрыскиватель. И довожу до 10 литров воды. Что вот с этого, ну с учетом там всех вот этих вот гущей и всего остального, разводим где-то наполовину. И потом можно залить второй раз. Тоже часик подержать. Ну тогда уже развести чуть меньше. Состав ничего не жгет. И дальше покажу результат. А вот результат. Два листика, да. Я думаю, что ни у кого нет сомнения, что там мелью. С утра там был яркий белый мицелий с оборотной стороны листа. Я обработала часов в 10 утра. И это при том, что стояла жара. Видно даже, да. Коричневая на листе. Вот это остатки чая. При этом жарко. Да, яркое солнце. Заметьте, лист не сгорел. Ну а теперь переворачиваем на другую сторону. Единственное, да, моя ошибка. Я не сняла, как это было в начале. Но, честно говоря, я не думала, что все сработает так быстро. Поэтому и не снимаю. Итак, смотрим, что здесь. Ничего. Видите? То есть мицелия белого уже нет. Хотя вот здесь, по внешней стороне листа, понятно, что было мелью. Смотрим второй лист. Ну, здесь еще остаточки мицелия есть. Но тот, кто видел хоть раз мелью, знает, как оно выглядит. И это только термофильный чай. Больше здесь не работали ничем. Единственное затруднение при применении этого препарата. Мелью у нас находится на оборотной стороне листа. И, соответственно, препарат должен попасть на оборотную сторону. Если он туда попадает, ну, значит, мы получаем вот такой результат. Чистый лист. И это действие лечебное. Понятно, что для профилактики оно будет работать еще эффективнее. Но, конечно, такие обработки надо проводить регулярно. В данном случае я использовала чай с чистой травы. Стояла у меня трава скошенная в тачке дня 4. Вот она постояла. Беленькая появилась. Я ее и использовала. В данном конкретном случае. И пока этот ролик готовился к монтажу, появились вопросы насчет безопасности этого средства. Особенно после выхода ролика одного блогера, который обвиняет других блогеров. Замечу практиков в том, что якобы мы загоняем кого-то в группу. Первое. Мы никого в группу не загоняем. И такие обвинения, по крайней мере, некорректны. Второе. Все вот эти травмофильные технологии применяют люди практики, имеющие свои огороды, работающие на своих огородах и показывающие свои результаты. Также прошу обратить ваше внимание, что в комментариях под моими видео все ссылки блокируются. Поэтому, если вы попытаетесь что-то вот такое поставить, ссылку на кого-то, все это блокируется и комментарии пропадают. Ну, а теперь поговорим реально, насколько же средства безопасны. Честно, я не знаю, какие группы микроорганизмов, конкретно какие группы микроорганизмов находятся в травмофильном чае. У меня на сегодняшний день нет доступа к лабораториям, чтобы это детально посмотреть. С другой стороны, я верю цифрам. Я верю цифрам, я верю результату. И никаких научных доказательств, что вот точно дымящий аспергил есть в этом чае в опасных количествах, точно он везде встречается, а в чем-то другом не встречается, тоже нет. И утверждать просто так, что он там может встречаться, и поэтому это может быть опасно. Ну, может быть, может не быть. В студенчестве, когда я училась на кафедре микробиологии, мы из воздуха на уровне третьего этажа здания, причем здание находится за кольцевой, там, где зеленая зона, выделяли микроорганизмов, которые могут быть тоже опасны, которые могут вызывать воспаление легких, менингиты и прочее. Могу ли я на основании этого утверждать, что ай-яй-яй, воздух опасен, и дышать таким воздухом невозможно? Наверное, нет. Хотя вероятность попадания в маленькую чашечку Петри из-за открытого окна таких микроорганизмов, аудитория была пуста, тоже достаточно мала. Но это то, что я видела своими глазами. Следующий момент, те, кто когда-нибудь сталкивался с деревенской жизнью и сушил сено, знают, что сено достаточно часто, это сейчас погоды стали другие, а раньше достаточно часто сено подмокало и подпривало. Как бы мы ни старались, все равно горячие копы, вот эти ручки, разгребали в своем детстве ни раз, ни два, ни три. Более того, понятно, никто же не допускал образования вот этих уже белых налетов и всего остального, но если мы руководствуемся тем, что дымящий аспергил живет в природе, в том числе и в сене, то концентрация его там, по идее, должна быть какой-то большой и опасной. А теперь представьте, когда это самое сено мы складывали в нашей местности, и для этого были особые такие большие помещения, сараи под названием Пуни. И мы, дети, это сено утаптывали. Более того, поскольку нам это нравилось, мы еще ходили друг к дружке в гости, и там тоже это сено утаптывали. Мы прыгали на этом сене так, чтобы пыль стояла столбом. Внимание, это закрытое помещение. А теперь представьте, сколько спор микроорганизмов мы таким образом вдыхали. И поколение до нас, и поколение еще до нас, они со всем этим сталкивались. И у всех у них плюс-минус нормально со здоровьем. Хотя, напомню, это закрытое помещение, где воздух ограничен, и вот этой сенной пыли, где много чего может содержаться, очень-очень много. Ну, а теперь вернемся к термофильму чая. Мы его используем где? На улице, на открытом пространстве. Если вы, например, очень сильно чего-то опасаетесь, никто не мешает вам применить какие-то элементарные средства защиты, которые мы, кстати, и должны применять. Например, когда опрыскиваем химическими веществами. Большинство, конечно, этого не делает, но средства защиты никто не отменял, и применить их, конечно, можно при распылении. При этом это открытое пространство. И здесь создать какую-то страшную концентрацию достаточно сложно. Ну, конечно, если человек убедит себя в том, что что-то ему может быть опасно, то водичка чисто тоже ему может быть опасна при определенной степени убеждения. Но убеждать вас использовать термофильный чай как средство защиты растений я не буду. Я лишь делюсь своим опытом. Лично я убедилась в эффективности этого средства, действует оно быстро и имеет лечебный эффект. К сожалению, даже далеко не все химические препараты такой эффект имеют. И лично я как использовала, так и буду использовать его на своем приусадебном участке. Также повторю, что термофильные технологии используют многие огородники, да, в том числе и блогеры, которые работают, опять же, подчеркну, на своих участках и показывают свои реальные урожаи. И в любом случае только вам решать, что использовать на своих приусадебных участках, но что не использовать. На этом я с вами прощаюсь. Здоровья вам и вашим виноградникам. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!